всем здорова это сид поставил вот такую классическую ручку с ней станок выглядит как-то более аутентично у меня кстати целый мешок этих ручек так что если кому-то может быть надо то пишите в группу вконтакте могу отправить почтой это мы еще зимой продолжали разбираться с кашкой эти старые наделки превратились в лохмоте масляные каналы похоже забиты еле-еле продуваются разные трубочки высохли все пообломались удалось частично прочистить каналы продуть их но почему-то насос фартука не качает масло возможно в каналах лед напомню почему мы пытаемся ремонтировать без полной разборки суппорта и фартука потому что температура минусовая в гараже видите пар изо рта идет просто так получилось что взяли станок перед самой зимой гараж большой зимой протопить его практически нереально поэтому решили строить будку для станков ну и вот всю зиму строили будку или домик для кашки и других станков работу поделили поровну аллигатор строила я контролировал кроме того что будка меньше по объему ее легче прогреть она будет защищать станки от абразивной пыли это пакет из двух профлистов а внутри утеплитель из минваты сверху будут стоять мотоциклы и прочие заготовки материала с этим точилом тоже была целая эпопея долго и упорно боролись с биением кругов надо будет сделать еще одно чисто для алмазных кругов сегодняшний выпуск получается как экскурсия по нашей мастерской только еще начинаем обживаться инструментом вот эти тумбочки очень хорошие но у нее есть такой недостаток что если открыть все лотки сразу то вся тумбочка вместе с инструментом падает на токаря вот такой обогреватель или тепловентилятор поддерживает температуру в будке около 10 градусов цельсия эта сверлилка по моему модели 2а 112 это я тут запасе фрезами для нгф а вот эти концевые и и ящик дисковых что-то в продаже не нашел вот этих ручек переключения режимов подачи а купил вот такую стальную можно сказать неубиваемую правда еще не совсем уверен как закрепить ее на валу в старое отверстие под штифт на валу попасть нереально может прикручу ее на гужон или вообще приклею ее на локтайт там переключается очень легко вот табличка мне не очень нравится краска какая-то желтая не контрастная вот еще одно приобретение это стандартный вращающийся столик от усп была идея сделать из нее шара . а я в усп как бы не очень разбираюсь и почему-то я был уверен что вот эта крутилка вращает червяк как у нормальных поворотных столов вы продавца еще спрашивал это червяк он говорит да но на самом деле это оказался фиксатор он просто фиксирует стол в заданном положении диаметр планшайбы 120 миллиметров а квадратного основания 180 еще решил его купить потому что он шел с вот этими угольниками они полезны для фрезерных работ я думал что из-за идеи шара . ничего не получится но аллигатор как-то все-таки умудрился точить с ее помощью шары сейчас он сам объяснит как он это делает вот вот меряешь вот это аккуратно и тут это делаешь вместо это это снимаешь а то ставишь вот откручиваешь как болтики я вытащил вот как ты для зрителей вот так вот они стоят вот так вот вместо летит этой рукой вот так что зарезать прямо зарезать ну ты короче сразу радиус выставляешь на какую тебе надо и потом только приближаешься кодишь короче вот так вот по датчик заготовки заходишь к торцу короче раз коснул скоса целый прошу да где ты будешь тут к людям ты закончится все выводишь и начиная с этой стороны начинаешь его строгать короче он у тебя уже вот так вот он на конусе короче никаких подшипников там ничего нету вот эта гайка она как бы тут просто как бы регулируешь и чтобы люфта не было чтоб нормально был и вот это знаешь разрезанную этот контрагайты вот эта высота она тебе сужает просто вот диаметр шара до 64 миллиметров все и больше ты не можешь сделать подарила мы еще вот такую накатку я то ей пользоваться не умею а у него там каждая вторая деталь выходит с накаткой еще мне отшлифовали столик для нгфа базу делаете да красный борец чоби сожи до цифруйте но это чугун сейчас многие без сож начинают работать потому что особого смысла видимо нету вот при тяжелых каких-то там сверления шлифуют без сожи фрезеруют видимо ну не окупается вот это 20 процентов всего как бы ну взнос меньше на инструменты возни с этой посмотрел там еще вот такой пресс гидравлический на 40 тонн тоже будем делать нечто подобное прикупаю пока всякого гидравлику вот так сейчас выглядит нгф а на этом пока все всем пока удачи чем-то пряниками что таким мясо надо и пряники овчарки да вообще это сколько надо это калорий тогда каждому вот это маленькая вот такие все должны быть они такие лошади ну внутри чу лизит пряник то съесть не может он изо рта вы стою не мясо им не надо такие лошади вырастут еще потом делать с него куда куда вы все же все же на мыло пойдете на мыло пойдет до это это пыжиковый мех это пыжиковые шапки будет этот больше в два раза чем он то мелко целое это ферма ну и